Что-то недопонимаемое с офицами. Я, например, не согласна отвезти ее на 7 дней. Шел, как мы с ним общались, такой он. Плюс реабилитация. Потом, чем она больна, уже, по-моему, знают все врачи. Поэтому нам нужна реабилитация. И я не знаю, нужны ли там будут операции. И операции там, конечно, может быть, на челюсть, зубы. А самое главное реабилитация мозга. Поэтому я считаю, что пускай он предоставит такой документ. Я согласна полететь. То есть при каком условии Вы согласны? Можете полностью как бы сказать? Я согласна полететь в Германию. Ну, что это, по-моему, с Сашенькой. На том условии, что мы летим туда не просто на обследование. Плюс реабилитация. И в обязательное присутствие кого-то из родственников? Обязательно. Ну, естественно. Ну, конечно. Без... Ну, вы допустили своего ребенка в чужую страну, чтобы за ней как доктор один смотрел. Ну, я думаю, что ни одна мать этого не допустила. Допустим, да, я не могу сейчас улететь. У меня много других причин даже есть, чего я не могу. Но родная тетя помогает мне. Она для меня правая рука, вы не говорите, вы не говорите, левая рука, которой я доверяю полностью. Понимаете, вот был, тоже мне позвонили, вывели меня из себя. У меня Марина Подольская есть, она здесь. Которая, как вы можете отпустить ребенка с чужой теткой. Это не чужая тетка, это моя родная сестра, которой я доверяю своих детей. Я... У нас семья очень дружная, мы друг за друга. Поэтому, если будет предоставлено официально все, о чем вот только что говорил Владимир Владимирович, мы, естественно, полетим лечиться. Не обследоваться, а обследоваться, то, по-моему, уже обследовали, да? Так что там все понятно. Если нужно будет, пускай делают операции, если нужно, только реабилитацию, плюс реабилитация. Вот, вот, о чем я хотела вам сказать. Средствующие.